Сегодня 21 мая 2014 года, мы на пасеке Василия Яковлевича Приятеленко. Вот за год прошли разные позитивные изменения на пасеке, и мы сегодня посмотрим новые свежие улей, которые заселен роем этого года, и посмотрим рамки, как они были усовершенствованы, как они вот уже отстроены сейчас и отстраиваются пчелами. Василий Яковлевич, расскажите, что у Вас нового и как пчелы поживают? Ну, уже год не встречался на пасеке, год напруженной работы, и как в производстве, на пасеке, так и популяризации этого нового в жильнице технологии прошло, можно сказать, результативно. По-перше, оця вуликова вузько-висока рамка, которую мы ранее использовали, ну, используем в вузько-високом корпусе, значит, тоже узнал о деяких изменениях. В каком плане? Что? Мы технологически отходили от использования, так называемого, кутика металевого, который был, так сказать, и как дороже, трудомизский для выготовления, так и в користовании был не очень удобный. А на сегодняшний день мы уже используем рамку, которая идет без этого кутика, которая, ну, вручности при выставлении вощины, плюс в она, значит, в выготовлении, значит, технологичная, значит, простая, и в користовании в она тоже эффективна. Значит, необходимо, чтобы эти размеры рамки сделаны так, что вощина заходи досить, значит, прямо, значит, тут немає ніяких просветов, потому что потом мы, ну, они остаются незабудованными, и при подальшем использовании нижнего корпуса, они могут не объединяться с нижним корпусом. То есть тут использованы размеры рамки дещо изменения, они уже, значит, рассчитаны на чистую вощину размером 410 на 260. Правда, наши производители грязать с этим делом, значит, ряжут всю вощину не так уже, как говорят, по стандарту, но приходится дорезать. Мы сейчас можем глянуть, как уже в новом вулике, значит, новая семья заселена на эту рамку. Значит, используем уже эти методы, что и раньше, вот, припустим, мы заселяем рей, ну, уже говорили, почему рей зручнейше нам, потому что мы тогда можем на чистую рамку, чтобы, как говорится, быстро удержать чистый результат. Значит, ну, тут использована была одна рамка, ну, для заселения была старой будовой, с кутиком, все остальные были сделаны, в первую очередь, она будет заменена, когда уже нарастится это самое, потому что она трошки размер, например, мала, а еще, значит, тоже по высоте, а так они по ширине одинаково. Ну, мы говорили, что используется полимерная плевка, значит, яка очень технологичная, очень удобно спостерегать за этим же жидроем. Звичайно, когда мы используем металлопластину, для того, чтобы конденсировать максимальную влогусть, которая творится в гнезды, это мы уже говорили, используется металлопластину. Если ее использовали прямо на гнезды, то, конечно, эффект лучше, но здесь мы имеем другой эффект, что мы не можем спостерегать, когда открываем гнездо, тогда оно, значит, порушиваем спокойствие для семьи, а, по-друге, сложно отрывать потом, потому что оно запропульсовано. Значит, плевка очень, в этом плане, значит, полезная и это самое. Значит, и, значит, мы можем спокойно бачить, как развивается семья, что она активно отбудовывается. В этом году, это рейд заселений 6 числа, значит, невеликий рейд, но, как вы видите, активно отбудывается, и туда даже видно, что там матка сиже, если бы это их забудовы не было, то это, значит, тогда надо смотреть, это, как правило, уже тогда матка не спаривалась, або сами есть проблемы. Значит, это так, мы можем через сколько недель? Через 2 недели здесь. Да, ну, через 2 недели одержать уже семью, яка даст даже товарный мед. Если будет солнечный у нас, значит, мы можем поставить нижний корпус, а и в верхнем корпусе, как в звичайном 12-рамковом вулеку, взяти меду, частину товарного. Ну, такие раи и могут давать даже, у нас еще, я говорю, до початку, до початку, что-то нас прицепилось, у нас сейчас не трошки. Начинаем. Значит, до початку всякое месяц, еще можем одержать там, ну, навіть 15-20 кг меду. Звичайно, бажано, письмо, его трохи забрать, потому что, значит, солнечный кристаллизируется, письмо, наверное, добавлять сахаром трохи, но заодно дасть лакувальний, допустим, очень быстро можно оглянуть всю пасику, новые семьи, как они развиваются, как они переходят на другой переходим в улик, который у нас есть.